С 6 по 27 июля по территории Бежицкой епархии проходит 26-й возрожденный Большой Бежицкий крестный ход. История его берет начало в 17 веке, когда благодаря молитвенному шествию Бежицкая земля была избавлена от моровой язвы. О том, как встречали крестоходцев в Бежицке, расскажут наши коллеги. Святыни 26-го Большого Бежицкого крестного хода, Теребенская икона Божьей Матери и Теребенский образ святителя Николая. Архиепископа Мерликийских чудотворца прибыли в Бежицк. У стен Спасского кафедрального собора духовенства монашествующие и миряне во главе с Преосвященнейшим Филаретом, епископом Бежицким и Весегонским встречали святыни крестного хода. Болгочестивые традиции его проведения относятся к 17 веку, когда по милости Божией, по молитвам жителей Бежицкого верха, эта земля была избавлена от страшной эпидемии. И с тех пор традиция проведения Большого Бежицкого крестного хода стала ежегодной. После революции традиция эта была прервана, и вот 26 лет назад она была восстановлена. Отрадно видеть, что с каждым годом число участников Большого Бежицкого крестного хода увеличивается. Это замечательно, что все больше и больше наших земляков, наших соотечественников становятся сопричастниками той древней благочестивой православной традиции, которая была заложена нашими предками. Традиционно Большой Бежицкий крестный ход проходил по водам реки Малоги. Сейчас река не судоходна, однако начало пути крестный ход проходит все-таки по водам. Расширилась и география Большого Бежицкого крестного хода. Ранее он проходил по территориям Максатихинского и Бежицкого районов. В настоящее время его маршрут проходит по 13 районам северо-востока Тверской губернии, составляющих каноническую территорию Бежицкой епархии. Большой Бежицкий крестный ход имеет для нас очень большое значение. И миссионерское, и просветительское, и, конечно же, сакральное. Потому что в основе его молитва, как и в прежние времена, молитва его участников за нашу землю, за наш народ, за нашу церковь. Во встрече Большого Бежицкого крестного хода принял участие глава Бежицкого района Игорь Павлов. Конечно, очень приятно было сегодня слушать красивый перезвон колоколов нашего храма. Благодаря новой установленной звоннице мы благодарим и духовенство, и владыку Филарета за такое трепетное отношение к святыням земли Бежицкой. Я уверен, что в непростые периоды, которые мы проходим и сейчас, нас испытывает и природа. И, конечно, духовно сплотиться вокруг тех святынь, которые всегда помогали Бежицкой земле, для нас, для всех, для бежичан, для жителей Бежицкого верха, это очень важно. После встречи святынь, преосвященный епископ Филарет в сослужении клириков Бежицкого благочения возглавил служение всеночного бдения с чтением Акафиста святителю Николаю. По окончании богослужения владыка Филарет поздравил собравшихся с праздником, прибытием в Бежицк, святынь Большого Бежицкого крестного хода.